Смертность до 60%. В Саратове увеличилось количество заболевших ботулизмом. Одна из пострадавших до сих пор находится в реанимации. За жизнь женщины врачи борются уже несколько недель. Болезнь опасная, потому что ботулинический токсин – один из самых сильных биологических ядов, известных человечеству. Чем больше токсина попало в организм, чем короче инкубационный период, тем тяжелее развиваются заболевания, и угроза жизни существует. И она связана прежде всего с нарушением дыхания, с риском остановки дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. Первые признаки заболевания – слабость, расстройство зрения, сухость во рту, боль в желудке. От человека к человеку инфекция не передается. Возбудитель может содержаться в или или почве. Заразиться можно, съев некачественные консервы или вяленую рыбу. Кстати, возбудитель очень живуч, высокой температурой и солью его убить практически невозможно. Для возбудителя ботулизма характерна так называемая гнездность. То есть этот человек может съесть рыбу еще с кем-то, одну рыбу могут съесть, например, три человека вяленую. Один заболел, двое – а здорово. Потому что возбудитель так размещается в мышцах, только в одном, например, участке каком-то. Сами что ли слушать? Очень смешно. Она самодельница. Что она у вас какая-то, вот я смотрю, у вас здесь. Да жара какая сейчас. Вот им что жара, мало ли что. Вот смотри, вот смотри, какая пахнет, чем. Купить рыбу буквально с земли в Саратове можно практически на каждом шагу. В стремлении поскорее сбыть товар продавцы и понюхать рыбку дают, и в руках подержать. Говорят, на их в облу еще никто не жаловался. И клиентов хватает. Несмотря на такой неаппетитный внешний вид, соленая рыба у саратовцев пользуется немалым спросом. Не смущает покупателей ни отсутствие документов у продавцов, ни условия, в которых хранится этот продукт. Несколько лет назад в Саратове была зафиксирована вспышка опасного заболевания. Тогда от ботулизма умерли несколько человек. А зараженную рыбу нашли на одном из центральных рынков города. Екатерина Молчанская, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.